МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5. Время новостей. В студии Елена Зайцева. Угрозы утечки радиации на третьем энергоблоке Запорожской атомной электростанции нет, заявляют компании «Энергоатом». Ремонт аварийно-отключенного блока обещают завершить к 5 декабря. Долгожданная встреча в Запорожье с Донбасса. На краткосрочный отдых вернулись 80 бойцов 55-й отдельной артиллерийской бригады. Судьбу памятников департамента ЖКХ, а также секреты, которые скрывает коммунальное предприятие «Ботовик», предстоит выяснить депутатам Запорожского горсовета на ближайшей сессии. Как живем, так и шутим, определился победитель открытой Запорожской лиги КВН. При отключении энергоблока Запорожской АЭС 28 ноября не было никаких радиационных последствий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Энергоатом». Отключение энергоблока номер 3 Запорожской атомной электростанции произошло из-за повреждения обмотки трансформатора напряжения секции питания собственных нужд. Блок переведен в холодное состояние без замечаний. Радиационных последствий нет, говорится в сообщении «Энергоатома». А включение блока в сеть планируется 5 декабря. «Энергоатом» прокомментировал причину отключения энергоблока после того, как сегодня на первом заседании нового правительства премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину рассказать о мероприятиях по возобновлению нормального энергоснабжения страны на специальной пресс-конференции. Заявление премьера об аварийном отключении энергоблока на АЭС вызвало ажиотаж в украинских и мировых СМИ. Напомним, с 1 декабря компания «Окрэнерго» начала применять графики аварийных отключений электроэнергии на всей территории страны из-за нехватки генерирующих мощностей, в частности в связи с внеплановым отключением третьего энергоблока Запорожской АЭС и недостатка топлива на украинских теплоэлектростанциях. По данным технической дирекции Запорожья «Облэнерго» на территории нашего региона с необходимостью сокращать объемы потребления энергии столкнулись промышленные предприятия, что, вне сомнения, может отразиться на их технологическом процессе и экономических показателях. Отключения могут затронуть и бытовых потребителей. В «Облэнерго» обращаются к жителям региона с просьбой экономно пользоваться электроприборами, особенно в часы пиковых нагрузок с 8 до 11.00 и с 17 до 22.00. В зоне антитеррористической операции за сутки погибло два украинских военных, еще пять раненых, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБУ Андрей Лысенко. Вертолет Ми-8 с символикой таможенной службы России нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области. По сообщению СНБУ, Ми-8 залетел на территорию Украины на несколько сот метров и вернулся обратно. Напомним, вчера беспилотник России пересек границу Украины в Черниговской области. Вчера вечером в Куйбышевский райотдел милиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что в 21.30 неподалеку Розовского отделения милиции в результате неосторожного обращения с гранатой произошел взрыв, от которого пострадали четверо сотрудников батальона «Скиф». Трех постраждалок с травмами разного ступенью тяжкости было госпитализовано. Четвертому медичная допомога надана на месте, и он от его госпитализации отмолился. На место подеи выезжало к ревництву ГМВС. Подея внесена до единого облику, и нарази проводится переверка. По-настоящему сердечная встреча в Запорожье из-под Мариуполя. В отпуск прибыло 80 бойцов 55-й отдельной артиллерийской бригады. Их встречали родные, друзья и волонтеры. Более двух часов запорожцы ожидали прибытия наших артиллеристов. Для них приготовили хлеб с солью, торты и цветы. Виктор ожидает своего сына, старшего сержанта 55-й артбригады. Мобилизован четыре месяца на боевом посту. Как это, жалеем или не жалеем? Это его долг, это его присяга. Настроение бодрое. Четыре месяца они жили по норам. Защищали нас для того, чтобы мы не жили по норам и по подвалам. Вот. Чтобы мы ели, спали в тепле. Вот. И жили, и не боялись обстрелов. А Владимир пришел встречать двух своих друзей. Четыре месяца с августа. Они мобилизованы, да. Помогаю ребятам, которые там находятся. Собираю по знакомым, по друзьям, по родственникам. Все, что можно найти ребятам. Теплое, а также вкусное. И курительное. И вот она долгожданная минута. Батьцы снова на родной запорожской земле. Молодцы, ребята! Бать, а мной! Боевое задание выполнено без потерь личного состава. И это, говорит командир дивизиона, самое главное. Это мой дивизион. Уже крайняя партия прибыла. Все у нас уже побывали в отпусках. Вот это приехало. Можно сказать, крайнее. И так, если все пойдет дальше, будем по партиям отпускать. Определенное количество отдыхать. Рад, что прибыл. На родную землю, можно сказать. Земля у нас, в принципе, везде родная. Но дом есть дом, вы понимаете. Поэтому настроение. Много эмоций, много впечатлений. Бойцов ждет краткосрочный отдых. А затем снова на передовую. Быть или не быть департаменту жилищно-коммунального хозяйства в Запорожье. Получат ли бюджетники зарплату? И какие секреты скрывает городское коммунальное предприятие «Бытовик»? Запорожские депутаты готовятся к очередной сессии горсовета. Ожидается, что заседание будет скандальным. Во всяком случае, на повестку дня выносят сразу несколько спорных вопросов. Обсуждали их сегодня и на бюджетной комиссии городского совета. Подробности репортажа Наталья Зайченко. Коммунальное предприятие с привкусом секретности. С отсчетом о финансово-хозяйственной деятельности на бюджетную комиссию сегодня пришел представитель коммунального предприятия «Бытовик». Раньше, по информации депутатов, это предприятие занималось хозяйственной деятельностью, связанной с арендой коммунальных помещений. Теперь им добавили еще одну функцию – официальная формулировка «Организация территориальной обороны». В связи с риским ускладением внутренней и зовнішней обстановки, выникнением загрозы захопления территории Украины, блокованием административных будиль, органов влады, выникла нагальная потреба у посиления заходов безопасности территории города и его мешканцев, важных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Что или кого охраняют 80 человек работников коммунального предприятия, его представитель не уточнил. Мол, секретная информация. А сотни тысяч бюджетных средств, по его словам, идут на зарплату и подготовку личного состава. Между тем, к руководству КП у некоторых членов комиссии возникли вопросы. В частности, депутат Владимир Максимов сообщил, у него есть информация о том, что работники бытовика собирают некую дань, в частности, на рынках города. Исполнительная власть эту информацию опровергает. Если даже слухи касаются членов общественной организации рота самообороны города, это совсем другое дело. Тем не менее, могу с большой долей уверенности сказать, что это только слухи. И ни в коей мере работники КП или сотни самообороны общественной организации нигде, ни одними правоохранительными органами, ни средствами массовой информации, ни просто общественники, никогда ни одного человека не поймали за руку, где бы он собирал некую дань. Сам представитель КП «Бытовик» был немногословен, а журналистам после заседания комиссии отказался даже представиться. Какие еще секреты скрывает коммунальное предприятие? И насколько правдива информация, прозвучавшая сегодня на комиссии, разбираться депутатам, поскольку именно они обязаны контролировать работу исполнительной власти города. Впрочем, предстоящая сессия обещает быть и без того скандальной. Самыми спорными, по прогнозам самих депутатов, станут два вопроса. Первый – о судьбе памятника в Ленину и Дзержинскому в Запорожье. Чем завершится идеологическое противостояние в сессионном зале, не прогнозируют. Второй спорный вопрос касается ликвидации департамента ЖКХ. Бюджетная комиссия против. Ликвидация любого подразделения, вы знаете, это сокращение людей. Это выплаты, и выплаты немаленькие, которые тоже вложатся на бюджет. Поэтому мы против того, чтобы сегодня ликвидировать одним рощакомпера департамент без вот этой подготовки, без этих расчетов. Вопрос, по нашему мнению, сегодня не готов. Члены нашей комиссии на сессии будут голосовать против этого вопроса. И об экономической ситуации в городе. 2014 год. Представители власти обещают завершить без долгов перед работниками бюджетной сферы. А вот коммунальщикам, скорее всего, повезет меньше. Там, говорят депутаты, ситуация сложная. Особенно это касается коммунального предприятия основания. И все долги вряд ли удастся погасить до конца года. Ближайшие заседания сессии Запорожского городского совета запланированы на 10 декабря. Военные, несущие службу на бердянских блокпостах, рискуют замерзнуть. Несмотря на обеспеченность бойцов теплой одеждой и питанием, с наступлением холодов возникли проблемы с топливом для печек буржуек. Бердянские военные испытывают нехватку сухих дров основного топлива для печек, отапливающих блокпосты на въездах в город. Ураганный ветер, который 24 сентября вырвал с корнями и повалил более 5000 тополей в курортном городе, помог решить проблему с количеством дров, но не с их качеством. В отсутствие нормального отопления военнослужащие стали чаще болеть. Городские власти Бердянска, на которые возложено обеспечение блокпостов, признают, проблема с качеством дров есть. Я думаю, что мы оперативно этот вопрос решим, найдем сушняк, завезем нашим коммунальным предприятиям. Эта работа будет выполнена. Солдаты не почувствуют дискомфорта из-за этого. Бойцы Национальной гвардии заверяют, что наступившие морозы не помешают им нести службу на блокпостах Бердянска, но все же просят власти поторопиться с доставкой нормального топлива. Новая история Украины рождается на наших глазах. Сохранить ее свидетельства для будущих поколений уже сейчас стремятся в Запорожском областном краеведческом музее. Сегодня этому учреждению волонтер Игорь Игнатенко передал вещи из зоны АТО, будущие музейные экспонаты. Каска, изрешеченная осколками, гильзы, пакет армейского сухпайка и обереги, сделанные для наших военных руками школьников. Это дар волонтера музею и основа будущей экспозиции, посвященной событиям на востоке Украины. Она станет продолжением выставки, посвященной Евромайдану. Мы рассчитываем в следующем году такой зал открыть. Находится он рядышком и будет, скажем, из зала Майдановского будет непосредственный переход в зал, посвященный АТО. Сейчас мы в поиске экспонатов. К счастью, есть такие волонтеры, как Игнатенко и Игорь, которые привозят из зоны АТО вещи и передают нам в музей. Все вещи из зоны АТО имеют свою историю. Детские рисунки приехали с позиции украинских военных под Донецком, а осколки снарядов и солдатская каска – из-под станицы Луганской. Я был в станице Луганской, и оттуда я привез немного, скажем, осколков от мин, пули, гильзы привез, и каску, которая была там после накрытия нашего блокпоста, ее было посечено осколками. То есть, ну, мы же и так человек живой, а каска пострадала. То есть, и так как директор музея обратился предоставить такие вещи, которые, ну, каска оказалась самая такая вещь, которая будет напоминать об этих событиях, которые сейчас происходят. Это не первые предметы, которые передал волонтер и участник Евромайдана музею. Ранее в его хранилищах уже оказались предметы, повествующие о событиях революции достоинства. Сервиз из резиденции Януковича в Межигорье и национальный флаг с Евромайдана. Ну, кто-то скажет, не можно на державном прапоре писать, не можно его поплюжить, ну, киптявою цією від шим, які палали там не один день і не один тиждень. Але як по-іншому скинути диктатуру? Оце свідчення того, що Запоріжжя, Запоріжжя і конкретно Васильівка, і пан Ігор там брали участь. Ну, просто за це не було змоги подякувати. Ми спеціально зняли цей експонат вже з виставки. А пока сотрудникам Запорожского областного краєвеческого музея предстоит долгая і кропотлива робота по созданню нової експозиції. Торжественне мероприятие в театре ім. Магара. Сегодня Международний день інвалідів і день волонтерів. В Запорожжжя області 113 тисячі чоловік с ограниченими можливостями, а це більше 7% населения. Свіше 32 тисяч – жителі обласного центра. По словам представителей, містна власть на обеспечення потребності. В этой категории граждан направлены государственні, обласні і городські программи. Не сокращено фінансування государственних программ, связанных з людьми з ограниченими потребностями. Все соціальні выплаты выплачиваються в срок, вони не уменьшені, к сожалению, не увеличені. Але, тим не мене, государство робить все, щоб на протяженні всіх 12 місяців ми платили ці выплаты в срок і в полному об'ємі. Важна частина в цій роботі – виспитання толерантного відношення обществу к проблемам людей з особливими потребностями. Я искренне благодарен всем тем людям, хто дарит частичку свого сердця, свого тепла всем нуждающимся. І хочу обратитися к молодежі. Пожалуйста, становитесь волонтерами. Ви будете добре, ви будете порядочні, честні. І только тогда вместе ми можемо построити прекрасну і добрую страну, яка называется Україна. Слова благодарності звучали в адрес общественних і волонтерських організацій, оказываючим помощь переселенцам із Луганська і Донецької області, а також семьям военнослужащих, знаходящихся в зоне АТО, пенсіонерам, інвалідам, воспитанникам центров реабилитации. Награды вручили победителям регіонального конкурса «Лучший волонтер года» в семі номинаціях. Були отмечени і лучші роботники соціальні служби, реабилитационних центров, спортсміні-паралімпійці і їх тренери. Для всіх участників торжества артисты театра ім. Магара показали спектакль. Открой сердце для добра. В Дворце культур Металургов состоялся концерт к Международному дню людей с ограниченими возможностями. Программу подготовил педагогический коллектив і виспитанники Запорожської спеціальної общепрозовательній школи-інтерната «Ориентир». На мероприятий побувала і наша съємочна група. Не знаю пароль, не видимо летит, не верю в той крапет, а просто пасюдмин. Не знаю пароль, не видимо летит, прикольно розносить, а просто пасюдмин. З таких позитивних нот начался концерт «Открой сердце для добра». Организаторы говорят, главная цель проведения мероприятия – напомнить всем о людях, нуждающихся в поддержке и помощи, но и в то же время сильных духам. Дети имеют возможность на большой сцене для всех своих родителей, для всех преподавателей, жителей города подарить своё творчество, свои необыкновенные таланты. И пусть всем детям везёт, и пусть будет мир во всём мире. Ребята выступили на сцене с вокальными и танцевальными номерами. Среди гостей – представители власти, промышленных предприятий, общественных организаций. Дуже много проектов в школе-интернатах «Орієнтир», который мы сегодня представляем. Это действительно активная школа-интернат в городе. Они зацикавлены в том, чтобы до них шли местные жители, чтобы они знали про этот заклад, они имеют перспективу развития. Они очень уважены и комбинатом «Запрошталь», и другими предприятиями. И люди вкладывают добрые справы в сердце этих детей. Организовать праздник помог комбинат «Запрошталь». Школу-интернат «Орієнтир» с предприятием связывают давние дружеские отношения. Коллектив комбината постоянно помогает улучшать условия обучения и жизни воспитанников интерната. В прошлом году «Запрошталь» выделил средства на установку забора, закупку необходимого учебного оборудования и игрушек, установку детской и спортивной площадок. Таким ребятам необходимо уделять особое внимание, уверены представители социально ответственного бизнеса. Мы понимаем, что таким детям надо всегда постоянный уход и постоянная забота. Вот в лице комбината «Запрошталь» они нашли друзей, а мы нашли тех людей, которым мы можем помочь. Ведь социальные программы «Запрошталь» направлены на то, чтобы каждый из них почувствовал любовь, почувствовал взаимопонимание, почувствовал то, что мы их ценим. Среди зрителей на концерте – бойцы из зоны АТО, которые сейчас проходят реабилитацию в Запорожском военном госпитале. Говорят, сегодняшнее мероприятие тронуло до глубины души. Довольны, что прибыл на этот концерт. Серьезно, даже слезы идут, когда детки поют, спывают. Вы посмотрите, какие они все красивые, как, не знаю, непросто. Такое впечатление, говорю, слезы давят и все. К торжеству воспитанники «Ориентира» готовились основательно. Каждый творческий номер зрители встречали аплодисментами. Гости мероприятия пожелали ребятам крепкого здоровья, жизненной энергии и всегда верить в свои силы. Убежище по Запорожске. В муниципалитете утверждают большинство подвалов, находящихся в реестре простейших укрытий, готовы принять людей в случае военных действий. В то время как жильцы домов массово жалуются на их непригодность, одно из укрытий находится по адресу Демократическая, 64. В каком состоянии подвал, видели наши журналисты. Что делать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций? Конечно же, бежать в укрытие. Одно из них находится в доме 64 по улице Демократическая. Правда, спрятаться здесь равносильно гибели. Жильцы говорят, на протяжении двух лет подвал не просыхает от воды, смешанный с канализационными стоками. В этот коммунальный ад ведет надпись «Укрытие». На всех платежках идет, что у нас в подвал идет как бомбоубежище. Какое что бомбоубежище, если там воды больше, чем по колено? Как-то вот заплыв туда уходить. Такой подвал стал настоящей проблемой для жильцов. На всех этажах постоянная сырость, из-за которой страдает электропроводка. А также зловоние, от которого нет спасения ни летом, ни зимой. Жильцы утверждают, за время, пока существует проблема, у многих ухудшилось состояние здоровья. У некоторых начались приступы астмы. Пенсионерка София Григорьевна живет с племянником-инвалидом на первом этаже. Говорит, в таких условиях приходится очень сложно. Жильцы сетуют. Несмотря на их многократное обращение к городским властям и в коммунальное предприятие основания, проблему не решают. Приедут, посмотрят, откроют, пробьют. Еще вонь больше разгонят эту. То есть делают, делают, а толку никакого. Комары и вонь, и стены цвелы везде, и в спальнях, и везде-везде. Кухня, спальня, вот эта стена, которая на улицу, да, они все черные. У меня 90 гривен я каждый месяц плачу. Регулярно. У меня ни долгов, ничего. Ну и что, да, ежемесячно. И куда они уходят, я не знаю. Жильцы говорят, из-за постоянной сырости дом начал разрушаться. На стенах уже появились трещины. Люди не понимают, как на недавнем собрании в горосполкоме чиновники рапортовали о том, что все простейшие укрытия в городе пригодны к эксплуатации. И приглашают представителей городской власти в случае ЧП прятаться в их залитом нечистотами в подвале. ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса в центре города. Авария произошла сегодня около 9 часов утра на проспекте Ленина в районе Дамбы. Автомобиль марки «Хюндай» двигался со стороны улицы Гагарина в направлении к улице Украинской. На скользком участке дороги машину занесло. В это время по правой полосе сзади автомобиля «Хюндай» двигалось маршрутное транспортное средство, а за маршрутным транспортным средством двигался троллейбус. В результате смещения автомобиля «Хюндай» водитель маршрутного транспортного средства совершил столкновение с автомобилем «Хюндай». В свою очередь троллейбус совершился столкновение с маршрутным транспортным средством. В результате ДТП обошлось без пострадавших. Причины аварии устанавливаются. Спасатели напоминают жителям региона об опасностях зимней рыбалки. По данным Укргидромедцентра, в ближайшие дни ожидается значительное потепление. В связи с этим представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям призывают граждан не выходить в акваторию Азовского моря и Каховского водохранилища и соблюдать правила поведения на зимних водоемах. Мы обратимся к любителей зимней рыболовки, а также любителей кататься на ковзанах с предпочтением ограничить свое пребывание на такой небезопасной акватории, как нестейка крига. Это может привести к трагичным последствиям, иногда к травмированию и погибли на кризе. Век высоких технологий, изобилие всевозможных гаджетов без наличия. Высокоскоростного интернета теряет смысл. Национальный оператор связи Интертелеком представляет беспроводной, компактный и стильный мобильный Wi-Fi роутер. Продажи смартфонов и планшетов в Украине продолжают бить рекорды. Стремясь к мобильности и свободе в общении, украинцы активно покупают новые гаджеты. Однако их полноценное использование осложнено отсутствием в стране высокоскоростного мобильного интернета, что вынуждает пользователей постоянно искать общественные Wi-Fi зоны. Но теперь эту проблему можно оставить в прошлом, благодаря предложению от национального 3G-оператора Интертелеком. Не меняя своего основного провайдера связи, мобильного провайдера GSM-связи, клиент может приобрести у компании Интертелеком мини Wi-Fi роутер и подключить его к своему девайсу, и пользоваться высокоскоростным интернетом от компании Интертелеком, не быть привязанным к точке доступа. Можно сказать так, всегда с высокоскоростным интернетом у себя в кармане. Мобильный Wi-Fi роутер очень прост в использовании. Включаете, и это компактное устройство будет целых 5 часов без подзарядки обеспечивать ваш смартфон, планшет или ноутбук самым быстрым 3G-интернетом в Украине, на скорости до 14,7 Мбит в секунду. Высокоскоростной интернет от Интертелеком будет в вашем гаджете везде, на улицах мегаполисов, на природе за городом, на основных автодорогах страны, благодаря самой широкой зоне покрытия 3G в Украине. На данный момент это действительно уникальное предложение на рынке Украины, это высокоскоростной интернет со скоростью до 14,7 Мбит в секунду, с возможностью подключения безлимитного интернета за 2 гривны в день. Получить в рассрочку это устройство всего лишь за 199 гривен в месяц. Компания Интертелеком предлагает специальный тариф «Безлимитный день». Всего за 2 гривны в сутки клиенты получают неограниченный интернет-доступ на скорости до 14,7 Мбит в секунду. Эта скорость в десятки раз выше обычного мобильного интернета по технологии 2G и позволяет легко просматривать любые сайты, загружать большие файлы и смотреть видеоролики онлайн без задержек и торможений. В рамках данного безлимитного тарифа действует дополнительная акция. Первый месяц пользования предоставляется бесплатно. Теперь самый быстрый 3G интернет в Украине как никогда доступен каждому пользователю планшета или смартфона. В Малом зале Дворца культуры Орбиты состоялась презентация аудиодиска «Марина Брацилла. Песни с Хортицем». Профессиональные и самодеятельные исполнители Запорожья записали 12 песен на стихи «Ушедшие из жизни запорожской поэтессы», чтобы в день ее рождения подарить его организациям, которые популяризируют историко-культурные традиции нашего края. «Любовь к родной земле, близким людям» этими вечными духовными понятиями пронизаны все стихотворения Марины Брацилла, молодой, но достаточно известной в литературных кругах поэтессы и исполнительницы, трагически погибшей в самом расцвете творческих сил. В 1993 году Марина стала победительницей первого фестиваля «Звездопад», затем стала печататься в местной прессе и литературных журналах. «Живу любовью» – так назвала она свой первый поэтический сборник. «Она стала самым молодым членом Национальной спилки письменок Украины по тем временам. Ну и так сказать, я следил за ее творчеством, радовался ее успехам». В концерте, посвященном презентации аудиодиска, приняли участие известные запорожские исполнители Светлана Ремжина, Елена Алексеева, Дмитрий Московцев, ансамбль украинской песни и танцы «Аксамит». Они представили почитателям творчества Марины «Песни казацкого цикла», «Песни баллады о семейных оберегах украинцев». Руководитель театра авторской песни Елена Алексеева рассказала об идее создания диска «Песни с Хортицы». «Приняли участие в большом концерте, который был в театре «Магара», посвященный памяти Марины. И затем сразу по окончанию этого концерта возникла идея сделать такой диск. Вот в течение года шла работа над диском. Все с нами в нем поучаствовали». Выход этого диска – начало скрупулезной работы по популяризации творчества поэтессы, говорит ее мама Людмила Брацилла. «Богато поэзии залишилось, и если даст Господь мне здоровье, я постараюсь эти все наработки, которые сбереглись, тоже подготовить друг друга». 5 декабря в ДК «Орбита» состоится галоконцерт всеукраинского конкурса молодой украинской поэзии и авторской песни имени Марины Брацилла. Планируется, что победителям в номинации «Поэзия» будут вручены диски «Песни с Хортицы». Как живем, так и шутим. В областном центре состоялся финал открытой Запорожской лиги КВН. На сцене Дворца культуры Днепр – спецсталь. Веселые и находчивые признавались в любви к своим девушкам, летали и показывали сказки. Кто стал чемпионом Запорожской лиги КВН в 14 сезоне, знает Ирина Погоренная. Какая разница, молодая лошадь, Запорожская национальная сборная и сборная команда «Зияита». В финале, как говорят организаторы, лучшие из лучших. Со сцены звучат шутки, в зале улыбки и смех. 14 сезон, несмотря на ситуацию в стране, все же состоялся. По словам главного редактора Запорожской лиги КВН Игоря Литвиненко, игры веселых и находчивых – это отдушина в непростое время не только для КВНщиков, но и для зрителя. КВН – такая штука, он очень быстро откликается на то, что происходит в стране, в мире, в отношениях между мужчиной и женщиной. В свое время Александр Васильевич сказал замечательную фразу «как живем, так и шутим». В общем-то и у нас все то же самое. То есть на КВНовской сцене всегда отражается то, что происходит в стране. Всегда об этом вспоминают. Этот сезон, отмечают КВНщики, был не самым легким. Сильные команды – суровая реальность. Причем говорят, КВН должен всегда оставаться вне политики. На данный момент, после всех этих политических ситуаций, это наше все. То есть мы играем только здесь, мы работаем на эту лигу, мы приехали сюда. Это наше основное место работы в КВН сейчас. Мы каждый раз выступаем вообще в разных стилях, наверное. Потому что у нас такой сезон непредсказуемый. У нас постоянно новые люди добавляются, то уходят некоторые. КВН? Работу. Работу, много знакомств. Реально, очень много знакомств, которые, я надеюсь, что и в дальнейшем, и уже сейчас помогают нам эти люди. На сцене удивляли появлениями знаменитостей, игрой на человеческих эмоциях и даже лаунж-шоу. Придумали мы его сами и организовали, придумывали тычки всякие, как это на нашем языке называется, всей командой. Открытием 14 сезона Запорожской лиги КВН стала команда предприятия «Запорож-Трансформатор» «Молодая лошадь». Несмотря на то, что к КВНовскому движению присоединились совсем недавно, в арсенале много шуток, понравившихся зрителям. Здравствуйте, дорогие мои! Мы с вами находимся в очень интересном месте, в Запорожском заповеднике. И перед нами его обитатель, черепахоповые ленивцы. Черепахоповые ленивцы, как правило, ведут малоактивный образ жизни. Так, стоп! Я надеюсь, это последняя шутка про мосты. Александр Чинсанович, ну строим мы мосты, строим! Просто очень медленно. Участники команды скромно говорят, на звание чемпиона не претендуют. Что вы, что вы. Нам еще рано выигрывать. Мы еще совсем мало сделали для большой победы. На самом деле, победа рождается не здесь, на сцене, а гораздо раньше. И куется годами. В этом году чемпионом открытой Запорожской лиги КВН стала команда «Какая разница». Организаторы не исключают. Скорее всего, в январе ребята отправятся на украинский фестиваль КВН в Одессе. Напоминаю, о новостях в Запорожье и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua, если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами. Хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, пишите. Главред.tv5.zp.ua. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok